Вакцина номер 3. Еще одна вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 поступила в прививочные пункты Новосибирской области. Теперь в распоряжении медиков региона есть все три отечественные вакцины против ковида. Транзитом по переулкам. Почему проезжающий транспорт стал использовать для объезда частный сектор? Разбирались депутат и журналисты. А теперь я и мои коллеги подробно расскажем о самых главных событиях дня. В региональном центре выявления поддержки и развития способностей талантов у детей и молодежи «Альтаир» одна образовательная программа сменяет другую, как и смены школьников. Насколько успешно идут эти процессы, как удалось оснастить научные лаборатории, ознакомился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. А на заседании попечительского совета центра, которое глава региона провел здесь же, были рассмотрены дальнейшие пути развития «Альтаира». Эти школьники в региональном центре «Альтаир» заняты очень важным и даже взрослым делом. Они конструируют космический аппарат. Мы собираем спутник. Сейчас мы уже собрали грани. На данный момент я еще собираю панель управления. Собрать микроспутник несложно, так как все его комплектующие входят в особый космический конструктор. С помощью него ребята могут на базе центра обучаться, во-первых, его проектированию, сборке. Здесь есть система управления. Они могут учиться работать маховиком, датчиками освещенности, оптические датчики, датчики угловых скоростей, гироскопы, акселерометры. И, по сути, решать те задачи, которые реально решаются специалистами в отрасли. Деятельность Альтаира при полной поддержке правительства Новосибирской области строится по модели образовательного центра поддержки одаренных детей «Сириус», который создан в городе Сочи фондом «Талант и успех» по инициативе президента России Владимира Путина. В нашем центре ребята занимаются в лабораториях по направлениям наука и искусство. В парке науки и технологии работают по программам космические технологии, конструкторское бюро, прикладная физика, химия и биология. В лабораториях урбанистика и ландшафтный дизайн молодежь занимается проектированием. На заседании попечительского совета его председатель Андрей Травников поддержал инициативу, направленные на дальнейшее развитие центра и рост эффективности его работы. Особое внимание, по мнению губернатора, надо уделить Олимпиадам национальной технологической инициативы, где проверяются многопрофильные инженерные знания учеников с 8 по 11 класса. Мы отмечали, что мы рассматриваем Олимпиады не только как такой инструмент для демонстрации наших возможностей в соревнованиях между субъектами. Олимпиады и прочие конкурсы, которые привлекают педагогов, родителей и детей, мы рассматриваем как хороший инструмент для селекции, для поиска талантов. Создатель образовательного центра поддержки одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, которая выступила с приветственным словом «дистанционно», обратила внимание на то, что «Альтаир», хоть и создан по их образцу, идет своим уникальным путем. С новым оборудованием и с постоянно усиливающейся командой региональный центр Новосибирской области, конечно, могут показать уникальные примеры, как интегрировать действительно очень такие ранние программы в те задачи, которые решают мировые научные педагоги. Это как бы прецедент, его надо показывать, объяснять и рассказывать, и, конечно, он будет завораживать свои другие регионы. Напомним, что региональный центр «Альтаир» создан в 2019 году. Здесь с начала этого года по направлениям наука, спорт и искусство проведено 14 образовательных программ, в которых участвовали 550 школьников. Более 400 обучающихся задействованы по 29 программам дополнительного образования на регулярной основе. В Новосибирск поступила первая партия новой вакцины от коронавируса «Ковивак». Она разработана научным центром исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. И теперь в регионе можно привиться от ковида на выбор тремя вакцинами. Наша съемочная группа побывала в седьмой поликлинике и узнала об особенностях препарата «Ковивак». В Новосибирскую область поступила партия уже третьей вакцины от коронавируса, созданной российскими специалистами. До этого сибиряки могли привиться спутником ВИ, она же ГАМ-Ковид-Вак, и препаратом, разработанным в Кольцово в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» под названием «Эпивак Корона». Теперь в медицинские организации региона поступило 3900 комплектов новой вакцины «Ковивак». Вакцина по мере прибытия поступает на каждого пациента полным курсом. То есть это первая вакцина и вторая вакцина. И она находится в учреждении, и пациент оповещается заблаговременно о сроках постановки второй вакцины. Как и две предыдущие вакцины, «Ковивак» отличается технологией изготовления. К тому же имеется возрастной ценз для пациентов, а срок второго укола ограничен двумя неделями. Прививать этим препаратом можно людей возрасте от 18 до 60 лет. Впрочем, со временем все может измениться. По ГАМ-Ковиду, это спутник, известный в народе, тоже ценз был определенный. Но по мере исследований проводимых, мы сейчас пациентам делаем старше 60 лет. И это приоритетная группа. Потому что наша задача – сохранить население. Сохраниться и выжить хочет и само население. По крайней мере, то, которое приходит в поликлинику на вакцинацию. Всем нужно прививаться, чтобы был общий иммунитет к этой болезни. И я за это. Мне непонятно, почему некоторые отказываются от этого. Я боюсь уколов, но заболеть боюсь еще больше. Поэтому сейчас прошел период аллергии, и у меня стабилизировался иммунитет, и я пришла сразу. Медсестра, которая эти уколы делает ежедневно и в больших количествах, уверена, бояться не стоит. Чаще ее пациенты инъекцию даже не чувствуют. Но так бывает не всегда. Вообще, она иногда бывает болезненная. Реакция пациента как тоже. Это зависит от того, как уколишь и куда, в принципе. В настоящее время на территории Новосибирской области прививаться от ковида можно тремя российскими вакцинами на выбор. И, по мнению большинства медиков, тянуть с этим делом не стоит. Развитие, которое не всегда на пользу людям. Жители балластного карьера протестуют против превращения их внутриквартальных проездов в городские автомагистрали. Как получилось, что жизнь в тихом частном секторе стала почти невыносимой. И что можно предпринять для исправления ситуации, смотрите далее. Балластный карьер. Для одних это окраины Новосибирска, для других, которых, судя по всему, больше, один из оживленных микрорайонов нашего города, судя по потоку транзитного транспорта. Такая ситуация не радует местных жителей, которые предпочли бы остаться в стороне от транспортных проблем мегаполиса. Это жутко, просто невозможно при невыке. Я не знаю, как вы себя сейчас чувствуете. Дождь прошел как-то более-менее. Если бы дождя не было, вы бы во всей прелести это сейчас прочувствовали. Одни люди рассчитывают за счет внутриквартальных проездов преодолеть многочасовые пробки, другие надеются найти решение, которое устроит все стороны. Депутаты городского парламента предлагают решение, которое удовлетворит потребности обеих сторон. Однозначно мы будем требовать, однозначно мы будем настаивать на том, чтобы в максимально короткие сроки были приняты решения и приступили к работам уже подрядной организации для создания объездных путей. Поиск решения, устраивающего все стороны, дело непростое. Однако именно этим заняты депутаты городского совета. И, возможно, уже вскоре в нашем городе появится новая объездная автодорога, которой смогут воспользоваться тысячи автолюбителей. Международный день защиты детей воспринимается как праздник детства. Обычно в этот день на городских пространствах проходят концерты с участием детских коллективов. В этом году, 1 июня, планируется провести несколько иначе. Какие мероприятия смогут посетить ребятишки в этот день и с какими проблемами пришлось им столкнуться в этот непростой учебный год? Расскажем в нашем сюжете. Осталось несколько дней до наступления любимой поры для школьников летних каникул. Традиционно в первый день лета, 1 июня, отмечают Международный день защиты детей. В этот день для детей проходят массовые культурно-развлекательные мероприятия, а взрослые обсуждают, как защитить права детей в различных жизненных ситуациях. Прошедший год стал особым. Свои корректировки внесла пандемия. Я могу просто сказать, за период 20-го года у нас увеличилось количество жалоб в адрес уполномоченного по правам ребенка где-то процентов на 12-15%. Характер обращений немного был изменен. Он был связан и с обращениями по возвращению детей из-за границы, которые там пребывали на учебе или участвовали в спортивных мероприятиях. Мы помогали тем семьям, которые находились в обсерваторах с детьми, где необходимо было осуществить, оказать, организовать питание детей раннего возраста с различными проблемами в состоянии здоровья. Также много было обращений и проблем, связанных с дистанционным обучением. Решались вопросы по организации детей в дежурные группы детских садов. Приходилось решать проблемы по питанию тех детей, которые не посещали школы. Для них собирали продуктовые пакеты. Самым трудным был вопрос, чем занять детей в период их дистанционного обучения. В этот момент было очень много нужно было перестроить и внешкольную работу, и дополнительную работу, по дополнительному образованию с детьми. И это вопросы были по обращению по профилактике преступлений среди несовершеннолетних, по предотвращению вот этих вот различных ситуаций. Тем не менее, учебный год закончился. Впереди лето. По словам заместителя министра образования Владимира Щукина, в Новосибирской области будет организовано 957 лагерей дневного пребывания. В основном они будут работать в первом и во втором сезоне. В них смогут отдохнуть 66 тысяч детей. Весь персонал детских лагерей пройдет ПЦР-тестирование. Что же касается празднования Дня защиты детей, то для детей будут проведены развлекательные мероприятия на площадках летних лагерей и в учреждениях культуры. Для детей самые разные приготовленные на этих площадках мероприятия по планам образовательных организаций. Это и профильные смены, и кресты, и спортивные соревнования для детей. Выступнув с инициативой Государственной и художественной музеи Новосибирской области 1 июня. Будет возможность посетить экспозиции музея бесплатно для детей. Предварительно сделают запись группы. В музее будут проведены экскурсии по постоянной экспозиции. На них гости познакомятся с этапами развития русского искусства и подлинными произведениями. А также дети вместе с родителями смогут принять участие в арт-квизе. Региональным отделением Всероссийского движения школьников организована онлайн-викторина, посвященная правам детей. Так что, несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, праздник детства все равно состоится, хотя и без привычных шоу-программ. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте www.nsk49.ru Ваши мы ждем рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч!